Меньше двух недель прошло с момента прошлого визита, а зампред правительства области Максим Фомин вновь приехал на строящийся перинатальный центр. Слишком важная стройка. Мы еженедельно объезжаем все наши объекты, которые для нас важны, для области важны, важны для жителей. Это прежде всего перинатальные центры, роддома. Держать руку на пульсе и контролировать. В выездном совещании приняли участие руководители отрасли, министр строительного комплекса Сергей Пахомов, замминистра, главный архитектор Михаил Хайкин, а также представители генподрядчика компании ПИК, субподрядчиков, контролирующих организаций Минздрава. В ходе рабочего совещания, закрытого для СМИ, обсудили текущие проблемы, дали поручения всем подразделениям. Динамика работ на перинатальном центре день от дня все заметнее. В шестиэтажном здании уже работают лифты. К итоговым испытаниям готовы вентиляционные камеры. А в помещениях операционного блока даже начат монтаж оборудования. Хотя большая его часть все-таки пока не распакована. Ждем, когда уляжется строительная пыль, говорит главврач перинатального центра Ирина Виноградова. Мы для себя отмечаем, что готовность достаточно хорошая. Это 96%. Работы завершаются. Мы надеемся, что такие серьезные работы все будут завершены уже в феврале месяце. Основная сейчас задача завершить черновую работу первого этажа и усилить работу по непосредственной установке медицинского оборудования. На сегодняшний день на строительно-отделочных работах в перинатальном центре заняты порядка 450 человек. Но все они должны закончить свою работу до конца февраля, когда начнется следующий этап – пусконаладка высокоточного медицинского оборудования. Ни для кого не секрет, что сроки сдачи объекта по тем или иным причинам несколько раз переносились. Но теперь, как говорится, свет в конце тоннеля уже виден. Задача стоит по всем перинатальным центрам, роддомам. Самый критичный срок – это 30 июня, но мы будем стараться, естественно, сделать раньше. В общем, приложим все силы. Максим Фомин намерен продолжать регулярно контролировать ход работ на перинатальном центре. Приеду недели через две, сказал журналистам. Внушительное здание перинатального центра, безусловно, станет украшением центра города. Соответствовать его внешнему облику должны и другие постройки, расположенные рядом больничного городка. Приведение их в порядок обсудили замруководителя районной администрации Никита Никулин и главный архитектор Московской области Михаил Хайкин. Идет речь фасада, значит, лор-учреждение, вот это лор-здание, хирургия. Это и урологический корпус, вот этот поликлиник. Мы жестко наставили на этой позиции, чтобы в таком же архитектурном облике все наши здания оказались, которые находятся на территории второй больницы. Ну и как мы уже рассказывали, и это еще раз подтвердил Никита Никулин, с областным министерством здравоохранения намечена программа капитального ремонта четырех основных корпусов Щелковской районной больницы номер два. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, телерадиокомпания Щелкова.